так юпитер справа 4 все его спутника самый правый это калисто следующий за ним ганимед потом европа а его уже по моему просто слился с юпитером касается его окулярчик да такой пупочек получается пупырышек совсем уже практически спряталась это четвертый дубль сегодня 2 1 августа 2020 года в харьков 23 53 по киеву у нас осталось 7 минут до 2 августа так дубля к дублю видно как меняется направление спутников они все ниже кланяются горизонту сегодня сближение юпитера и лунные уже не помню говорил в этом дубле не говорил повторяю до 4 как минимум раз на первом дубле можно за это же число посмотреть юпитер без спутников но зато с полосом в атмосфере сейчас посмотрим сближение ну сближение будет это по времени среднем мировому это будет два часа ночи по киева уже второго числа но у нас это будет уже возле горизонта происходить предыдущем дубле снимал марс который только встает из-за горизонта и очень заметно что когда через плотные слои атмосферы вдоль поверхности земли пытаешься смотреть на объекты они очень искажены замутнены чем выше над горизонтом звезда планета спутник тем лучше видно полтора угловых градуса будет два часа ночи между луной и юпитером ну сейчас скажем 1 из 7 пускай так мы немного потеряли в одном кадре помещается вот коротенько сейчас луна пробуем резкость ой платоша кратер платон чтобы не соврать по моему он аккурат 100 километров в диаметре почему удобно по риму ориентироваться вот он кругленький аккуратненький платонный друг платонный друг да но истинно обвиня пытаясь совместить любовь к астрономии и афористике надо напихать сюда своих афоризмов между кадров до между строк же не скажешь между как ареста не это видимо такое освещение не просто он совершенно иначе выглядит то есть от этой кляксы которого выглядел на предыдущих съемках когда у меня еще никомпи 900 был который я профукал и теперь вот никомпи 1000 он выглядел просто клякса и сейчас явно виден этот круглый кратер никакие рельефные горы сейчас я на них наведусь в общем будем считать что мы даем не длинный нудный дубль снимаем с пустопорожней трепотней про афоризмы ждем пока марс повышен над горизонтом поднимется чтобы фазу его по подруге рассмотреть ветерок ладно когда у нас ветерок мы сразу начинаем перестраиваться на другие объекты надеюсь что за это время ветерок то и стихнет это не для кит кашалот из горшка с петуньями а какой же это был фильм но это книгу читал Кошелод, воршок с питуньями Да, даже забыл И главное, как книга забыл называется И как автора книгой звали, забыл Вот они, наши споручки Если сильно повезет, можно будет и полосы даже в этом дубле разглядеть При хорошей фантазии, плохом зрении, что называется Не, ну ты представляешь, все, мне теперь не до звезд Я вспоминаю, как назывался этот фильм Там, где думающая машина, которую создали сверхразум Сверхразум создал, сверхцивилизация создала Думающую машину И задала ей главный вопрос По поводу жизни, смерти и всего-всего Думающая машина сказала Хорошо, я такая умная могу ответить Но только мне понадобится Чтобы дать вам ответ О, Сатурн Один миллиард 348 миллионов километров И ветер Чтобы ответить мне понадобится 60 миллионов лет Долго, говорят Сверхцивилизованные товарищи Ну ладно, подождем Подождали они 60 миллионов лет Ну что, говорят Ответ готов На вопрос жизни, смерти и всего-всего Машина говорит, да, готов Такого вам не понравится Ничего страшного, говорят Не говори На ответ На вопрос жизни, смерти и всего-всего-всего Это 42 А что 42 Ну это уже другой вопрос Надо по-другому подумать Может быть ответ был бы пояснее Если бы вопрос был почетче Бенни вспомню как называется фильм Ладно, дома посмотрю Космические темы разговоров Ладно, поехали, наверное, мы к Марсу Полетели Там как раз отправили Миссию на Марс Да, вечер Американцы, по-моему Все за китайцами Красота! Ну Кому красота Кому в комментариях Девушка написала А мне так Фонари в подвале У каждого свой, конечно, жизнь Не знаю даже Сочувствовать или завидовать вашему Поехали к Марсу О Афоризмы Жизнь на Марсе Искать жизнь на Марсе Да, полетели же Искать жизнь на Марсе Никакой жизни на Марсе нет Никакая жизнь вся на Земле Пользуйтесь Мудростью Ну Лучше стало Сейчас настройки Тоже Ручные Значит, как прирученные Ну, в общем ИСО я поставил сотню То есть Совсем Мало Чувствительности Надеюсь За счет этого За счет этого Будет чуть-чуть Больше резкости И меньше засветки Почему здесь афоризм Блин Никакая жизнь вся на Земле Ну, вот Из-за горизонта Марс встает практически Под 45 градусов Пересекает экран Войдет в Зенит Будет параллельно Горизонту Двигаться Бежал Ну, давай будем Искать ее Снова Ой Все видно, что Слева освещен Марс, да? Ветер Зараза Ну, ладно, не будем Еще раз говорю Дубль четвертый Несколько часов назад Это была Сплошная облачность Изичайший ветер Вон она Троица В левом верхнем углу Сатурн Юпитер и Луна Ну, давай По нисходящей Пойдем По нисходящей Как там наша Самбрара Развернулась Алипсом вниз Или все еще Смотрит вверх О, она уже Вот Практически Практически Параллельно горизонту Дальше будет Опускаться Да Вот Включил эту активную Стабилизацию Что то она добавляет Но Против сильного ветра Конечно Беспомощна Да, четко параллельно горизонт идет Сейчас будет опускаться вниз Пошли посмотрим, наверное, Ио уже спрятался Или так попырышка ему торчит из Юпитера Ну и все, даже попырышка уже не видно Справа получается Калисто, спутник, потом идет Канимет, потом Европа и теперь уже Юпитер А прямо за ним, хотя я, кстати, не знаю, почему за ним Может, этот спутник Ио перед Юпитером Просто мы его не видим в свете Юпитера В общем, Юпитер не дает нам увидеть Ио Сейчас попробую с резкостью еще Поупражняться Приходится задерживать дыхание Ну, здесь я не вижу полос Не знаю, может на экране и получится что-то разглядеть на большом Полосы должны быть тоже развернуты сейчас Как и спутники развернуты вниз горизонта Так и полосы должны быть туда же Смотреть по ходу движения вниз На первом дубле очень классно, по-моему, получились полосы Там еще были облачка такие небольшие Снималось на низкую светочувствительность Все это гасило свет за светку Спутника у меня было видно совершенно Не хватало яркости А вот полосы зато были Смотрим, все время на Платона сегодня Впадаю По-моему, вот так А в этом верхнем кратере, который в середине черной По краям, ну вот он сейчас посередине экрана Видно посередине горку Эту, которая, наверное, обозначает Показывает место, где непосредственно упал Этот астероид, сформировавший этот кратер Очень классно Такая вот игра света и тени Да, точно Прямо посередине ямы торчит Ну, конечно, есть шанс Что это Какой-то лунатик выглядывает из этой ямки И на нас смотрит Но я бы не расценивал Эти шансы большие Потому как этот лунатик Должен быть тогда размером километров 5 Высотой Да, вот смотри, как классно Тут пупырышек видно Что тут смешного Непонятно совершенно Но почему-то веселее Ветер очень сильный Платон дрожит Так, все Аристарха дождемся Даст нам ветерок Дождаться Аристарха Еще попробую резкости Чтоб службы медом не казалось Пупырышек Да, Аристарх у нас Значительно ниже Да Вот он Хорошо Пошло это дело Все Выкладывать В Ютуб На канал Безумно рад Потому что получилось Так поснимать Разошлась наша облачность Сняли мы Сближение Юпитера С луной Так, 10 минут первого уже То есть у нас сегодня уже Второе августа 2020 года В Харькове На 50-й параллели Северной широты Good for you Молодцы Погода, природа Спутники Всем спасибо Всем Свободны Марс есть Сатурн есть Юпитер есть Спутники есть Кольца Сатурна есть Луна есть Чего еще желать Пошли домой А то я так и Венера Тут дождусь Восхождение В 2 часа ночи